иерсиниоз. род иерсиния занимает значительное место среди условно-патогенных аэробных энтеробактерий. Установлено, что бактерии рода иерсиния – это факультативные внутриклеточные паразиты. Они способны к продукции токсинов и ферментов агрессии. Вызываемые иерсиниями болезни носят генерализованный характер и протекают преимущественно с поражением лимфоидной ткани. Свойства иерсиний. это палочки с закругленными концами или палочки овоидной формы с биполярным окрашиванием. спор не имеют. подвижны при 18 градусах, при 37 градусах подвижность утрачивается. грамм отрицательны, факультативные анаэробы, неприхотливы к питательным средам. по антигенной структуре имеют ОКН антигены. по О антигену имеется 30 сероваров. вырабатывают эндотоксин. факторы патогенности обеспечивают устойчивость гуморальным и клеточным факторам защиты макроорганизма. это токсины, названный эндотоксин, цитолитические и гемагглютинирующие свойства. эпидемиология. источник иерсиниоза. домашнее животное и человек. пути передачи. пищевой, контактно-бытовой. чаще заболевания возникают в холодное время года и чаще иерсиниозом болеют дети от 1 до 3 лет. особенно пик заболеваемости отмечается осенью и весной. передача инфекции при кишечном иерсиниозе происходит через зараженные продукты, которые не прошли достаточную термическую обработку через мясо, овощи, молоко, а также через воду из открытых водоемов. клиника. инкубационный период составляет от 1 до 6 дней. симптомы не специфичны. характерен полиморфизм симптоматики. начало острое, головная боль, слабость, недомогание. возможны боли в мышцах, бессонница, температура до 38 градусов, тошнота и понос. может быть на теле мелкоточечная сыпь. на второй неделе возникает поражение крупных суставов. при локализованной форме страдает желудочно-кишечный тракт. это 70 процентов. при генерализованной форме поражаются суставы, печень, мозговые оболочки. при обнаружении подобных симптомов надо незамедлительно обратиться к врачу. лабораторная диагностика. предварительный диагноз ставится по клинической картине. методы диагностики бактериологический и серологический. диагностика схожа с диагностикой псевдотуберкулеза. исследуемый материал испражнение ликвар кровь. серологический метод это реакция агглютинации, реакция латекс агглютинации, реакция непрямой гемагглютинации с эритроцитарным диагностиком. экспресс диагностика иммуноферментный анализ. рассмотрим ситуационную задачу. к травматологу. обратился больной 37 лет. жалуется на боли в области крупных суставов. при обследовании установлено, что имеется припухлость в области коленных и локтевых суставов, кожа гиперемирована, движения ограничены и болезненны. в ходе опроса удалось установить, что незадолго до этого больной отмечал повышение температуры до 38 градусов цельсия и расстройство стула. каков предполагаемый диагноз? какие методы лабораторной диагностики можно использовать? возможно это иерсениозный артрит. для подтверждения диагноза проводится лабораторное исследование. у пациента берется моча, испражнения и суставная жидкость. бактериологический метод включает обогащение материала, выделение чистой культуры с последующей идентификацией возбудителя. серологический метод, это реакция непрямой гемагглютинации с аутоштаммом и иммуноферментный анализ. профилактика и лечение. профилактика в данном случае не специфическая. это борьба с грызунами на складах, овощехранилищах и в магазинах контроль за процессом обработки молочных продуктов. лечение этиотропное, антибактериальное. проэзунами на складах, остальные, эл coseхи complementаются поutom Solістрия и у нас не только обязала участие для веществ. силу выпусков. Продолжение следует. Владимир, вскрыгла. Дождь. Рuth.